Особое мнение на 101FM Корректор А.Кулакова 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 что это будет не только театралка, это и оформление сквера, и создание катков, и ещё какие-то траты, которые нужны будут городу, с одной стороны. С другой стороны, есть мнение, что раз не будет массовых мероприятий, не стоит создавать такую точку притяжения, что ли, для горожан. Потому что картинки, которые опубликованы, в том числе и в СМИ, того, как будет выглядеть театральная площадь, они, конечно, завлекательно выглядят. Наверняка всем захочется прийти и посмотреть. Ну, смотрите, вот моя точка зрения, она не изменилась за год. Я и в прошлом году высказывал достаточно категоричное осуждение, достаточно высоким, на мой взгляд, тратам на оформление новогоднее, которое у нас есть. В прошлом году на театральную площадь потратили, по-моему, 14 миллионов. Да, но всё равно оно было, мне кажется, излишним, точнее, неэффективным, потому что, начиная от ледовых блоков, заканчивая какими-то одноразовыми конструкциями. Вот знаете, вот, чтобы было понятно, там моё отношение, это вот город Киров, если представить видеообразы некого человека, то оформление Нового года, которое сейчас планируется, оно выглядит как некая алмазная брошка на внешне неряшливой и грязной одежде. Вот это будет красиво, но на самом деле радость, моё мнение, что радость для жителей будет, если эти деньги будут потрачены на другие вещи, которые послужат дольше, которые не будут приучены к этому празднику, и они будут более эффективны и заметны. Я не против. А о каких вещах вы говорите сейчас? Я говорю про благоустройство, потому что 23 миллиона – это гигантская сумма. Это, кажется, на фоне бюджета 12-миллиардного города Кирова, эта сумма маленькая, там меньше 1%. На самом деле 23 миллиона – это достаточно значимая сумма. Потому что было понятно, на наказы депутатов в этом году и в следующем будет выделено 54 миллиона рублей. Эта сумма чуть больше, чем в два раза больше, чем 23 миллиона. Я вас уверяю, что вот если посмотреть, что сделано за счёт наказов, наказы – это бюджетные деньги, но целевые, то можно представить, какой объём работ можно было бы сделать за 23 миллиона. 23 миллиона – это первое. То есть я считаю, что сумма могла быть точно уменьшена, потому что, повторюсь, сейчас не то время, несмотря на то, что все соскучились с праздником. Праздник, он на самом деле формируется не внешней атрибутикой. Праздник отрируется общим состоянием. Да какое состояние? Вы же видите, какое состояние. Что произойдёт? Все в масках, никто никуда не ходит. Хорошо, но вот ещё раз говорю, мы поедем на Театральную площадь по достаточно не самых эффективных и лучших троллейбусах, автобусах. Я сейчас про это. Мы выйдем из подъезда, увидим, скорее всего, недостаточно качественно убранные улицы. Я сейчас про это. То есть вот для того, чтобы здесь сделать картинку, то есть эти средства могли бы более эффективно быть истрочены в городе. Это первое. Во-вторых, безусловно, в истории ограничения массового скопления людей у меня большой громадный вопрос к тому, как это всё будет технически происходить. Безусловно, мы в прошлые годы видели, и это всё правильно сделано, что с точки зрения ограничения вносим непроноса на Театральную площадь запрещенных веществ, будут турникеты, они будут в этом году. Однозначно будет массовое скопление даже с учётом того, что это будет открытый воздух. Как власть на это отнесётся, внесут ли Новый год в список разрешённых мероприятий или нет, это вопрос, наверное, времени. Потому что, на самом деле, мы видим, что пикеты, которые сейчас проходят, иногда пытаются соотнести к массовым мероприятиям, то что произойдёт в Новом году, где будет одновременно несколько сотен или даже тысяч человек. Ну вот да, мне тоже очень сложно себе представить. Вот возьмём ночь 31 декабря. Традиционно всё равно какая-то часть горожан ходит на Театральную площадь. Может быть, не встречает Новый год, может быть, после того, как встретили его дома, одевается, если не очень холодно, собирается и идёт. И они пойдут компанией, я хочу сказать. Они пойдут не по одному человеку, но в том числе. И вот эти группы стекаются на Театральную площадь. И даже несмотря на все турникеты и прочее, как будет действовать полиция? Скажут, извините, ребята, оцепят по окружности театралку и не будут никого туда пускать? Ну, давайте посмотрим, как это произойдёт. Потому что если говорить про то, что всё-таки же 23 миллиона выделены, хотя, повторюсь, эту сумму точно можно в несколько раз уменьшить, на мой взгляд, без какого-либо ущерба для праздника, то я бы видел, лучше распределить эти деньги ещё более децентрализованно, чтобы у людей не было соблазна посетить Театральную площадь. Потому что, безусловно, к сожалению, это парадокс, что у нас в городе мест, где можно погулять в новогодние праздники, ну, практически нет. Их, ну, там, один, два, три. И чем их будет больше, тем, на примере той же Казани, не говоря уже про Москву, тем меньше шансов, что вот эти потоки людей, там, транспортные, там, пассажирские, они будут сконцентрированы в одной точке. То есть вы предлагаете просто точки притяжения по городу? Если вот говорить о том, что сумму уж действительно сэкономили, называется, давайте погуляем в последний раз, то в этом году, то, безусловно, лучше тогда её децентрализовать, чтобы в каждом микрорайоне, не просто там по одной точке в районе, а чтобы было там 5, 6, 10, для того, чтобы люди там могли отдохнуть и получить хорошее настроение. Вот это моя точка зрения, хотя повторюсь, ещё раз говорю, на мой взгляд, складывается картина, что отсутствие празднований, которые ещё в этом году были, в том числе День города, вот накопили сумму, хочется её истратить без, как я говорю, включения каких-то других альтернативных вещей с точки не потрачения бюджета. Бюджет очень ограничен. Мы видим, ну вот, ещё чуть, сегодня, правда, не идёт активный снег, но вот ещё чуть-чуть, я вас уверяю, несмотря на все заверения, у нас будут вопросы по уборке улиц, по обслуживанию там остановок общественного транспорта и так далее и тому подобное. Поэтому, на мой взгляд, нужно тратить деньги разумно и праздник праздником, но после 31 декабря, там наступят другие дни, если взять стоимость затрат даже на те дни, которые там фактически будут городок, то это достаточно неэффективно с точки зрения любой логики вложения средств. То есть лучше их растянуть, повторюсь, сделать долговременные или в разных местах. Я правильно понимаю, Михаил, что не отыграть назад-то уже это решение? То есть оно принято? Оно уже принято. И как бы мы ни критиковали его, всё равно эта история состоится. Да, ну в силах администрации, там её каким-то образом. Мы знаем случаи, когда торги закрывались, там объявлялись не существующим после активного, в том числе после того, как общественность поднималась, потому что история с организацией общественного транспорта, которая была в прошлом году, когда, по сути дела, настолько был явно негатив, что убрали эту тему под каким-то предлогом. Мы сейчас к транспорту перейдём. Да, поэтому я думаю, что если жители будут активно выступать против, то у администрации есть возможность там отступить. Но я пока не вижу... Вы верите, что жители будут активно выступать против? Я вот не верю. Ну, праздники нас интересуют иногда гораздо меньше, чем бытовые вещи, связанные с общественным транспортом. Поэтому, наверное, достаточной активности мы не увидим. Но я думаю, что это вопрос некой политической и гражданской культуры. То есть придёт время, и люди будут... Вот это деньги наши с вами. Вот эти 23 миллиона – это не деньги откуда-то извне. Это деньги, которые мы заработали. Мы уплатили в виде налогов. Мы, в том числе, малый бизнес. Ну, вот все мы – это наши деньги. Поэтому достаточно спокойно относиться к высказываниям, что 23 миллиона мы уже решение приняли, вы успокойтесь. Ну, я считаю, что сегодня гражданское общество – это неправильно. Но мы живём сегодня в 2020 году. Я, к сожалению, наверное, вынужден констатировать, что пока эта история, она пройдёт. Но впереди год, два, три, и всё-таки же будут потом спрашивать за эти траты. Потому что это траты, повторюсь, одни из самых неэффективных, несмотря на все уверения праздника, которые есть. Ещё один вопрос, да, и с этой темой мы закончим. Мы начали уже об этом говорить. Как вам кажется, всё-таки надо ли вводить какие-то ограничения на посещение Центральной площади? В этом случае нет. Если будут потрачены деньги? Вот это будет очередной нелогичный шаг. То есть, если мы сделаем 23 миллиона, а потом, скажем, вы знаете, мы разграничим посещение. Октябрьский район приезжает с 9 до 11, с 11 до часа Ленинский район. Ну, то есть, это вот шутка. Но вот если туда пойдёт, то это точно в отсутствии логики. Поэтому как будет действовать власть, посмотрим. Осталось подождать меньше, там, чуть больше месяца. Если брать срок окончания работы не позднее, чем 25 декабря. Так что посмотрим, как всё будет организовано. Мне, правда, с учётом текущей ситуации, которая есть, этот шаг, мне кажется, очень нелогичным. Это моё личное мнение. Михаил Ковязин с особым мнением в нашей студии. Переходим к следующей теме. История с транспортом. Ну, история с транспортом тоже активно обсуждается, начиная с позапрошлой недели. На прошлой неделе стало известно о том, что в регионе собираются ввести систему так называемых брутоконтрактов автоперевозчиков. Ну, упрощённо, да, попробуем слушателям объяснить, что это значит. То есть создаётся транспортный комитет в Кировской области, как сказал Александр Чурин, председатель правительства. В него стекаются все деньги, которые пассажиры платят за проезд. А потом из общего котла перевозчикам эти деньги распределяются за фактически совершённые рейсы. Значит, каковы плюсы? Перевозчики не заинтересованы в количестве пассажиров. Ну, то есть не будет вот этих вот гонок постоянных, когда один автобус другой обгоняет. Каков минус? Минусом говорят, что... А, ну ещё проездные можно будет везти с нелимитированным количеством поездок. Минусов тоже несколько, да. Один из них – это та история, что у перевозчиков не будет возможности за счёт большого количества пассажиров зарабатывать дополнительные деньги. То есть они сколько рейсов провели, столько и провели. Следовательно, единственный способ их заработка или прибыли – это уменьшение расходов. Уменьшение расходов – это снижение качества. Ну вот можно тут поставить знак равенства или нельзя, не очень понятно. Вы всё-таки за введение этой системы или считаете, что она будет в минус работать? Ну, если говорить про саму систему, то она, конечно, более прогрессивная, более правильная, чем текущая. Для неё единственное – нужно создать ряд условий. В том числе, если проще сказать, когда перевозчики получают за километр, то в этом случае он заинтересован, чтобы автобусы ездили. Вот сейчас, когда мы видим в пробках стоят автобусы, чтобы вы понимали, люди зашли, они заплатили деньги, и неважно, когда он приедет, они уже заплатили деньги. То сейчас, если мой автобус, допустим, у меня есть два рейса, один стоит в пробке на Лепсе, и он за час проехал, допустим, один километр, и второй автобус, который за час проехал, условно, 40 километров, то, естественно, вот я получу здесь за километр, там за 40. То в этом логике, безусловно, перевозчикам становится неэффективна система, которая сейчас у нас сложилась, а именно когда наш общественный транспорт едет в общем потоке. То есть эта система платы за километр, она, ну так, опять же, для соседних городов, она, наверное, будет хорошо работать и там в городах, где есть выделенные линии, где там а-ля Казань, не только выделенные линии, это приоритет по, значит, светофорной сети там и прочее, прочее. То есть тогда она штука будет работать. В этом случае, ну вот у меня, если бы я поставил бы на месте перевозчика, то у меня возник вопрос, что делать. А где выделенки? Да, дело с пробками. Я тогда буду заинтересован их как-то объезжать при отсутствии GPS, если контроля, то... То есть мне нужно будет ехать. Вот мне нужно ехать. Ну вот это вот первый фактор. Безусловно, второй фактор – это отсутствие системы контроля, которая сейчас есть. Она, ну, не той в мире, которая существует. Она, безусловно, будет предполагать снижение того уровня сервиса, который сейчас есть. Оно есть там. Их очень много. Начиная от тех, которые обсуждались у нас на депутатских слушаниях, что будут приезжать остановки, в том числе потому, что он где-то простоял в пробке, ему нужно побыстрее нагнать километр. Он не заинтересован в количестве пассажиров. Он просит, выходит кто-то, не выходит. Не выходит, поехали дальше. Поехали дальше, да. Вот это... И это в том числе, туда история. Поэтому, на самом деле, если говорить про развитие общественного транспорта в Кирове, безусловно, проблема назрела. Проблема назрела перехода на эту систему. Но насколько мы к ней готовы? Потому что я задавал вопрос на депутатских слушаниях по поводу выделенных полос. И, в принципе, на что сказали в работе. Но, безусловно, очень часто задают вопросы, а где у нас выделенные полосы сделать? Только можно на Октябрьском проспекте. На самом деле, мое личное мнение, не подкреплено каким-то заключением администрации или ГИБДД, я считаю, что идти нужно не от количества текущих полос, а от необходимости. Я считаю, общественный транспорт – это приоритет. Приоритет над личным транспортом. Поэтому, на примере того же Октябрьского проспекта в районе площади от АЦМа до Лепси, хоть я и получу сейчас шквал негодования от автомобилистов, то я считаю, что вполне возможно выделить две полосы в одну сторону, две в другую. Одну полосу для общественного транспорта, для экстренной службы и такси. Все пробки увеличатся в какой-то момент времени автомобилей. Но на самом деле, что сейчас мы видим? Мы видим снижение потока, который проходит через общественный транспорт. Он происходит ведь не потому, что машины дешевеют или бензин дешевеет, потому что личный транспорт, транспорт такси для жителей города Кирова, для ряда районов становится более эффективен и более даже экономически целесообразен, чем общественный транспорт. Потому что, когда я на автобусе стою в той же пробке, что и водитель, сидящий рядом со мной на личном транспорте, ну, безусловно, я сто раз задумываюсь, с учетом пандемии, что мне эффективнее. А вот если общественный транспорт, ну, опять же, на примере Москвы, пускай это кажется далеко, я думаю, что со мной все согласятся, что в условиях Москвы, особенно если мы говорим про центральную часть, быстрее, не сколько дешевле, быстрее ездить на общественный транспорт. Потом уже идет там система такси, потом уже личный транспорт, который более комфортный, но он более длинный. Вот я считаю, что если мы пойдем приоритет в ту сторону, это очень сложный шаг и политический, потому что, безусловно, лобби автомобилистов у нас, ну, я так условно назову, оно очень сильно, но город, на самом деле, людей. Я тут абсолютно уверен, что любой один автобус, я сейчас говорю, там, без системы, что есть там отвратительные пазики и так далее, любой автобус привезет больше людей, чем машины, которые там по габаритам состоят из этого автобуса. Ну, вот это моя точка зрения, поэтому, к сожалению, мы идем в плату за километраж, но не учитываем тех факторов, которые точно нам сейчас аукнутся, если мы все-таки же без изменения самой системы общественного транспорта, она уйдет туда. Ведь и система, которая была предложена первая, там, по поводу пересадочных пунктов и так далее, она предполагала как раз отсутствие пробок, она предполагала, выделена полоса, она предполагала совершенно другой вариант. То есть это была такая система будущего, именно поэтому она не была воспринята, в том числе я ее сильно критиковал, потому что если брать текущие реалии, то станет точно хуже, и к этой системе мы все равно рано или поздно придем, но необходимо провести те мероприятия, которые в том числе и в этом проекте были описаны. Да, вот Михаил, в единственном точении, я правильно вас понимаю, то есть вы предлагаете кировчан пересаживать на общественный транспорт, с личного транспорта, скажем так, делая личный транспорт менее удобным? Побуждать, да. Изначально? Да, 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 все верно. И только потом уже делая общественный транспорт более приятным, что называется. Ну, лучше делать это одновременно, на самом деле, точнее. Сначала делать приятным. Тут же это придумал не я. То есть урбанистика все давно уже писала. Это и платные парковки в центре города. Создать автомобилистам невыносимые условия для передвижения по городу. Неправильное слово. Извините. Создать жителям города более удобные условия пользования общественного транспорта. Вот задайте ли вам вопрос в редакции вашей, что при условии, если на автобусе-троллейбусе вы из дома до работы даете быстрее, я сейчас говорю, вопрос цены даже не беру. И вот что они выберут? Для людей в ряде случаев это фактор очень важный. Скорость, повторюсь, там, комфорт, это, безусловно, такси и личный транспорт. Но скорость иногда очень важна. Сейчас, повторюсь, общественный транспорт проигрывает в удобстве, проигрывает, его нужно долго ждать, там, в периоде ожидания, значит, в скорости, во всем, кроме цены. То есть, и что мы видим? Мы видим, что снова на публичных слушаниях поднимался вопрос по возможному повышению платы. При этом, почему повышается плата? Не только из-за роста сдержек, а потому что заполняемость общественного транспорта неуклонно снижается на протяжении нескольких лет. Меньше пассажиропоток. Если мы этот тренд не изменим, то скоро у нас общественный транспорт, а как такового, уже не будет в том виде, к кому мы привыкли. Не на чем будет зарабатывать. Михаил Ковязин в нашей студии, депутат Кировской городской думы. Мы сейчас делаем перерыв на рекламу. Можем, да? Спасибо большое. И после вернемся. Особое мнение на 101FM. В нашей студии, дядя Михаил Ковязин, депутат Кировской городской думы. Михаил верит, что возможно, все-таки, кировчан пересадить на общественный транспорт, с личного транспорта, если создать удобные какие-то условия. Побудить. Не правильное слово. Пересадить неправильно. Это принудительно. А побудить, это, да. Несмотря на то, что Киров не Москва. И здесь все-таки, вот, ну, скорость передвижения, мне кажется, по Кирову никогда не станет на общественном транспорте быстрее, чем на личном. Я считаю, что, ну, опять же, вот все очень просто. Я живу на АЦМе. Так? То есть, на прошлой неделе я пешком дошел с АЦМа до площади Лепси быстрее, чем любой общественный транспорт, который в это время стоял в пробках. И даже большинство легковых автомобилей, если они не нарушали правила дорожного движения и уезжали на встречную полосу. Вот это неправильно. То есть, это неправильно, потому что, ну, почему это произошло? Потому что сейчас сама логистика построения дорожной сети в городе, она устарела, и ее нужно пересматривать. Строить, мое мнение, строить новые дороги в настоящее время, если это не является там научно доказанным. Иногда это дороже, чем перестроить саму систему. Я сейчас про это, потому что общественный транспорт во всех, хорошо, малых городах продвинутых, он очень востребован, если он удобен. Если он удобен, если я сяду там на филейке и доеду до центра города быстрее, чем я доберусь на своей машине, и никаких вопросов, где я там припаркуюсь. Это, естественно, это же не только, вот тут много элементов, это парковочные зоны, там, платные в центре и безальтернативные вообще, там, это и, ну, многие факторы. Здесь целые книги и тома написаны, повторюсь, я здесь не являюсь там суперэкспертом, но это уже все пройденный этап. Мы видим, что это происходит в других европейских городах, и в других городах, повторюсь, там, пускай Казань, повторюсь, Казань не намного там далеко ушел от Кирова, на мой взгляд, несмотря на то, что город миллионит. Сама логика построения дороги они тоже вначале расширяли их перед универсиадой, но потом поняли, что эта система не работает. То есть, как только они расширили дороги, то стало больше машин. То есть, это вот, ну, прямо аксиома. Следовательно, сейчас они идут в сторону немножко другого. Я думаю, что у них это получится, потому что в том числе звание миллионика к этому и вязывают. У нас проблематика, она, кажется, такая небольшая, но если в любой, у нас эти точки узловые все видны, это улица Московская, там, на юго-запад и так далее, ну, еще раз говорю, там, люди, я вас уверяю, мне особо хочется сидеть в машине, там, целый час ехать до дома, да, в тепле, да, в комфорте, да, минимизированный риск коронавируса, но если они в несколько раз быстрее, я сейчас даже вопрос цены не беру, доедут до дома в комфортных условиях, пускай это будет общественный транспорт, они на него значительную часть пересядут. Только эти условия, задача должна организовать власть. Они должны сделать первый шаг и сделать комфортный общественный транспорт, и люди на него пересядут. Когда у нас появятся новые автобусы и новые троллейбусы? Нам это обещали все, когда обсуждали ту самую несостоявшуюся транспортную реформу, и я так понимаю, что реформа хоть какая-то, хоть в каком-то виде, она снова откладывается. Потому что, судя по тем лотам, которые вот сейчас обсуждаются, там, 10 лотов, да, которые выставляются сейчас на торги, у нас опять вот эта история с созданием перевозчика не состоится. Сейчас на последних публичных, точнее, на последних депутатских слушаниях принято там решение о том, что не позднее июня следующего года все-таки же администрация должна предоставить уже полный план, анализ перехода на новую все-таки систему, которая предлагается. И вот этот 20-й год, который должен быть на самом деле переходом, я напомню для всех, что в конце прошлого года, когда не была принята новая система, мы решили сделать годовой контракт. С перевозчиками. Вот сейчас мы эту историю снова повторяем. То есть мы за год, к сожалению, администрация не сделала каких-то существенных изменений. Там связано ли это с изменением руководящего состава администрации или еще какие-то другие факты. Сейчас сложно судить. Или коронавирус. Да, или коронавирус. Но факт остается фактом. На следующий год мы снова будем работать по-старому. Но я надеюсь, что уже в следующем году мы увидим какие-то кардинальные изменения. Потому что если сейчас ничего не делать, здесь я соглашусь с высказанием перевозчиков, которые звучали как раз на депутатских слушаниях, о том, что через какое-то время общественного транспорта не будет, потому что их это убьет. С одной стороны, это рост издержек. С другой стороны, отсутствие каких-либо перспектив по росту. Но представьте, что это магазин. Вот что у вас происходит? У вас в магазине все время снижается поток покупателей. То есть что вы будете делать? Вы сначала поднимаете цену, чтобы как-то отбить свою аренду, заработную плату продавцов. Что мы и видим, когда растет уровень стоимости проезда, иногда выше, чем у соседних регионов. Но иногда можно пересмотреть по-другому. То есть если мы сейчас увеличим трафик в магазин, то бизнес станет другой. И мы видим, что магазины с недорогими товарами, сетевые, федеральные, они имеют большой входящий поток, и их экономика однозначно лучше, чем одиночные магазины с задранными ценами. Вот то же самое с общественным транспортом. Мы все время сейчас пока говорим про оптимизацию и про перекладывание части нагрузок на население. Но если мы посмотрим с этой стороны, что какой должен быть проходящий поток через общественный транспорт, чтобы он стал эффективным, возможно, какие должны быть дотации со стороны власти. Потому что не секрет, что общественный транспорт не является коммерческим предприятием вообще априори, с точки зрения даже звучания. Потому что никогда 20 маршрут, который ходит на Большую гору, он не будет приносить никаких денег. Потому что это удаленный район, который находится в пределах города Киров. Который нужно вывозить. Я уже не говорю про сотые маршруты. И, безусловно, здесь роль государства, муниципалитета, она, безусловно, должна иметь место быть. Мы не будем сейчас обсуждать за счет каких бюджетных составляющих, но без дотации, наверное, тоже невозможно. Потому что все перекладывать на население, на перевозчиков, это тоже путь тупиковый. Это то же самое, как в магазине, если мы говорим по примеру. Есть социальные продукты, которые в виде налоговых льгот или еще что-то, или с каких-то субвенций датируются государством. Хлеб по социальной цене, как пример. Поэтому я считаю, что общественный транспорт, необходимо рассматривать его развитие вот именно в этой составляющей. Пока мы рассматриваем только из серии, как сделать маршруты более рентабельны для перевозчиков, как минимизировать поднятие цены для населения, но все равно этого не избежать. Но не рассматриваем, на мой взгляд, не рассматриваем вопрос, а как увеличить поток перевозимый, который могут увеличить в разы прибыль перевозчиков. Но это, вероятно, вопрос такой отложенный на перспективу. Ну, надо делать уже сейчас, чтобы мы что-то увидели хотя бы уже через полгода, через год. Не так много времени у нас остается. К сожалению, я хотела поговорить с вами о кольце, о кольцевом движении на улице Луганской, который запустили в минувшие выходные. И вы, автомобилисты, и я, автомобилисты. Мы оба, как выяснили, до эфира проехали там, да, в выходной день. Не знаю, конечно, что было сегодня с точки зрения трафика. Колечко небольшое, еще не доделано до конца. Светофоры там убраны, насколько я могла увидеть, да. Там двигающий желтый был, когда ездил. И подтупливают немножко некоторые коллеги по движению, да. Они все понимают, как нужно передвигаться. Ну, если кратко про кольцо. Кольцо, безусловно, эффективнее, чем регулировка через светофоры. Ну, там постоянно пробки выстраивались. Да, это уже тоже описан факт. Тут единственное, что само кольцо должно быть технически сделано достаточно, чтобы организовать движение, потому что в социальных сетях писали про фуры. Вот у меня вопрос вчера был точно такой же. То есть я понимаю, как там на легковой машине, например, двоим проехать. Но как там быть, если поедет фура? Я думаю, что там просто все встанут. И вопрос уже культуры вождения, потому что у наших соседей Ижевских, Чебоксары, внутри города очень много таких развязок. Все точно знают, как двигаться. Я же наблюдал картину, когда, несмотря на знаки, которые уже стоят, ряд водителей обескуражены и двигаются не всем правильно, назовем это так мягко. Поэтому я думаю, что если вот эти два условия выполнят, то, безусловно, переход в ряде случаев на кольцевое движение, оно на самом деле уменьшит пробки. Ну, мы не видели с Михаилом Фурой, как преодолевают это колечко. Да, я пока не видел. На самом деле, потому что трафик-то по Луганской достаточно большой, именно большегрузный идет. Ну, объездная дорога, которой как бы нет. Которой как бы нет. Есть еще одна новость прошлой недели, которую, конечно же, надо обсудить. Администрация города наконец-то пошла в суд за участком Парка Победы. Тот самый участок, который был продан, перепродан. И, в конце концов, вот сейчас сделка, как я понимаю, по продаже этого участка признана незаконной. Вот это первая история, когда из-за муниципальной собственности он был изъят. Администрация требует вернуть земельные участки обратно в муниципальную собственность из чужого незаконного владения. Но, на самом деле, эту тему обсуждали с самого начала. Юристы не сомневаются, что вот в случае, когда муниципалит выступает истцом, участки будут возвращены. Но, с точки зрения бизнеса, я не знаю, насколько для приобретателей, конечных приобретателей этого участка, вот эта история тяжелая. И, может быть, она, с точки зрения репутационной, не самая хорошая. Принимали это решение и депутаты, в том числе, о продаже. Да. И на это ссылались в свое время. Ну, вопрос, конечно, о том, что надо идти в суд или нет. Надо. Конечно, безусловно, бизнес в данном случае может пострадать, но здесь необходимо учитывать все факторы. Я в другой пример приведу, опять же, со своего округа. Значит, у нас есть многоэтажные дома, построенные недалеко от железной дороги, которая идет на Котлас. И когда жители... Это новое... Естественно, сейчас я говорю про новую постройку. И когда жители обратились ко мне с просьбой помочь решить вопрос по установке звукозащитных экранов, и я вступил в переписку с РЖД, и мы даже вышли в суд и проиграли. И проиграли по одной причине. РЖД показала переписку с предыдущей, еще даже дошулигинской администрацией, где они писали предписание, ну, слово, может быть, не все верно юридическое, писали бумагу официальную о том, что в этом месте дома строить нельзя, потому что они входят в зону как бы повышенного шума, назовем так, на что администрация ничего не ответила. Как бы переписка есть, у меня есть копии. Значит, и вот в этом случае кто там, кто должен ответить? То есть точно не жильцы, которые там уже живут несколько лет. Но знал ли, значит, застройщик о том, что это нарушение? Знал, потому что в копиях переписки он тоже стоит. Я сейчас говорю про конкретный случай. Значит, наверное, по Парку Победы была другая чуть-чуть история, но она похожа. Кто виноват? Виноват в том числе сотрудники администрации, которые давали разрешение на строительство дома. Поэтому, на самом деле, из этой истории нужно сделать какой вывод? О том, что нужно не признавать ошибки чужих времен по себе. Я сейчас говорю с точки зрения администрации, как некая юрлица. И не только по Парку Победы, а пройтись аудитом по другим участкам, потому что, на самом деле, Парк Победы – верхушка, а такие нарушения есть везде. И вот из этих, если говорить про эту улицу, там, переулок Березняковский, значит, жильцы вынуждены сейчас, купив за свои деньги квартиры, жить в условиях более высокого шума, чем положено по всем нормативам. И сделать ничего нельзя, потому что РЖД говорит, вы виноваты сами. Администрации там, естественно, поменялось уже несколько поколений. Хотя, я считаю, что если срок исковый дал, если не пришел, нужно этот вопрос побуждать. Застройщика тоже уже нет. Застройщик тоже обанкротился. Но, тем не менее, вот это из этой же сирии. Что делать в этом случае? Безусловно, нужно такие вещи вскрывать, доносить до общественности. Потому что, в моем случае, застройщик точно знал. Он знал, на что идет, на какой риск идет строить. И поэтому, если переходить в Парк Победы, я не готов сейчас сказать по Парку Победы, у меня нет такой переписки. Знал ли застройщик бизнес, что он покупает достаточно рисковый объект, мне судить сложно. Но я считаю, что решение правильное. И в этом случае Шульдин молодец. Надо забирать обратно. 30 секунд у нас остается. Что нужно делать с этим участком? Участок-то, нам все время рассказывали про него, что это пустырь, пустырь. Чтоб не было потом у желающих покуситься на какие-то другие. Ну, нужно все правильно юридически закрепить, и чтобы жители наслаждались. Я считаю, что здесь должна быть зеленая зона, парковая зона, что угодно. То есть, это должно быть жителям то, что было комфортно. Почему они были против? Потому что, если бы там был парк коммерческий, наверное, было бы не такой резонанс. Люди были против, потому что там собиралась стать застройка в том месте, где зеленой зоны у нас так, Кирилл, очень мало. Спасибо большое. Михаил Ковязин в нашей студии, депутат Кировской городской думы. Программа «Особое мнение» на этом завершается. Мы с Михаилом продолжаем следить за городскими событиями, в том числе за реформой общественного транспорта. Спасибо. Всем здоровья. Особое мнение на 101FM